Глава четвёртая Ночью или утром Тунда обнаружил её мёртвую в обед Когда сумел выпросить в столовой для неё чашку супа Хлебом он поделился с ней своим, разломив кусок пополам Утром ему было не досуг, пока расходились жильцы по местам работы То у одного пропали портянки У другого упала на пол рукавица и не высохла И он наспех досушивал её утопящейся печки То кто-то просил налить бутылку кипятка с собой Много было разных дел, которыми ему бы и не надо заниматься Но таков был Тунда Не мог никому отказать Ещё в шесть часов, а то и ранее Одноглазый Ашка убегал на конюшню помогать коньку Кузьмичу Кормить и поить лошадей А их ни много ни мало было около сорока рабочих Да пять-шесть всегда хворых А с хворыми хлопот было всегда больше, чем со здоровыми А хворые какие бывают на лесоповалах? Или нога сломана, или брюхо пропорото А чаще надорвана животина от непомерного груза Который заставлял вести кнутом и палкой варвар-извозчик Которых можно было лечили, выхаживали А с явными дефектами пускали под нож Мясо и шкуру обычно увозили на центральную усадьбу леспромхоза В громадное село Орешное А потроха и прочие отходы готовили в местной столовой Голову, ноги и требуху обычно отдавали калмыкам, которые готовили свои блюда Для русских их блюда были под одним названием Махан Бывали случаи, что животина пропадала по неизвестной причине или просто от голодухи С нее сдирали шкуру, тушу вывозили куда-нибудь в овраг Калмыки вырубали куски мяса, варили, ели Ничего Животина считалась дохлой, и ее употреблять в пищу у христиан считалось греховным Или, как выражались урки, западло И они морщисть отпылевывались Дохлятину жрать, не в жизнь А калмыки, осмотрев ее и обнюхав, мудро заключали Ни о чем уж она погибла, а с голодухи А голод это не зараза, мрем с голодухи мы Не умирает же рядом живущий и жирно жрущий Не заражается? Нет Ну вот Если им доставалось такое благо, они варили махан день и ночь Прогонят из барака, чтобы аппетитно не воняло дохлятина На улице в любой мороз разведут костер Сидят, греются, варят Щуря с узкими щелочками глаз Едят, радуются И какой-нибудь отчаявшийся бывший зэк Отащавший на казенных харчах И не больно прибавивший в весе уже и на собственных Напившись на вольном лисповале Нарезал круги вокруг костра Хлебнув из горла для храбрости ее родимую Согревая ее от мороза подмышкой, развязанно подходил к костру Слышь, нехристи А ну-ка дайте попробовать своего махана Мне один хрен скоро сдыхать Может быстрее сдохну от вашей дохлятины Как можно? Печалились калмыки Нельзя Здраста будем И выбирали алкашу самый лучший кусок мяса Тот хищно обнюхивал его и яростно вгрызался в него зубами Поредевшими от частых отсидок Ммм, мадрюк, хорошо Еле выговаривал он набитым ртом, блаженно закатывая глаза Хорошо, да Согласно кивали калмыки Прихлебывая горячий бульон из деревянных пиал Налопавшись мяса и допив до капли ее родимую Он мутно смотрел на пустую бутылку и выкидывал ее в снег Пайкав и поковырявшись в зубах заключал Я б тоже пошвыркал навару Да не из чего Десяток рук тут же услужливо протягивали ему свои незатейливые пиалы-пложки Вырезанные из дерева Не-е-е, брезгую Отупело глядя на костер куражился гость Да в общем и мы обоюдно Да вот приходится показывать свое гостеприимство Ведь и вата отвечал историк, чисто говоривший по-русски Он переводил своим землякам сказанное на калмыцкий язык И те, сомкнув совсем в щелочке свои глаза, хватались за животы Смеялись до слез, покачивая своими круглыми лицами подсолнухами «Как это?» «Чё ты им сказал?» Напыживался незваный гость «Да я сказал из вашей христианской заповеди Да воскушавший хлеб из длани твоей, господи, буди благодарен тебе» «О, это по-нашему!» Восторгался бывший зэк «Ты это того, может, и сам наш, да переметнулся к азиатам? Может, скрываешься у них?» «Тш-тш, я могила, понял» «Никому об этом» «Я вижу, что ты наш» Прихлебывал он горячий бульон из пиалы, взятой у старухи Историк переводил и это Калмыки в повалку валились у костра Визжали и охали от смеха «Так что, слышь, братан, ты того, если чё, знай Лёха завсегда тебя выручит, так мигни» «Хорошо, хорошо», соглашался Историк «А чё они все смеются?» «Да радуются, потому что ты хороший человек Вот из пиалы старый чинди бульон пьёшь Не брезгуешь, а у неё всего два зуба во рту» «А что осталось?» Переводил он опять сказанное по-калмыцки Алёха брезгливо оттопыривал нижнюю губу Смотрел на пиалу, натужно соображая вслух «Мож поблевать для порядка» «Да зачем?» — улыбался Историк «Такой продукт испортишь» «Вот ты, наверное, не сучок» «Древесная водка» — пил «А московскую»?» «Ну, знаму московскую её» «Чё же от неё блевать» «Высший сорт» — заключал гость и выгребался от костра Покачиваясь на нетвёрдых ногах, он подносил палец к губам «Ты слышишь, братан?» «Тсссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс «Никому что у вас в гостях был?» «Конечно, конечно, могила!» «Тон ему отвечал Историк, поглядывая на небольшую толпу любопытных у барака, собравшихся на аппетитные запахи и идущие от костра» Ты смотри, радуется, калмычиня. Праздник, махан у них. Надо бы у Кузьмича спросить, отчего кобыла сдохла. А может и не сдохла, а вдоль у калмыков взял, чтоб себе полтушки отхрепать. Сам видел, как у конюшни пацан этот одноглазый в ведре конину варил, а потом ели с Кузьмичом. Но тот пацанянок-то калмык. А Кузьмич свы, чинушка, таким блюдом. Привык. Нет, тут чё-то не то. Пойду-ка я попробую ихнего махана. Может и ничего? А? Давай-давай, иди, да нам принеси. Кто плевался, а кто сглатывал слюни от зависти. Вот ведь жизнь. Вчера схоронили сорту, куска хлеба не было, чтобы упомянуть её. Не завезли хлеб. А сегодня пир горой. Едят, смеются. Хотя, что такое жизнь? Один умер, другой родился. Вполне естественный процесс. Когда Тунда доложил коменданту, что умерла сорта, тот сразу разорался. Говорил я тебе, что её давно уж надо было отправить в Орешное. Что ты сказал? Дай мало-мало полежать здесь, выздоровеет и пацан у неё здесь. А теперь она труп. А пацан несовершеннолетний. Откуда прикажешь брать на него харч? И два места они занимали, а на месяц не работает лежит. Два полноценных работника прислали бы. А так мест нет. Где их селить? Так что давай свою родню или кто там она тебе вытаскивай. Хлорка эти два места обработай. Завтра ж дам заявку на эти два места начальнику участка. А то он меня уж съел. Когда будут места? Вон, не успели увезти Бугаева и Свистуна. Как на второй день уж новые пришли. Хорошо ещё место клина оставил. Как чувствовал, что вернётся. Так что давай, бери кого-нибудь из своих и вытаскивайте её. Как её там? Комендант порылся в блокноте. Ага. Балаева. Сарта Бурчиновна. Давай её туда, за конюшню. Там кладовка для этого есть. Фельдшер приедет, осмотрит, похороните или эти её заберут на воронке. Короче, отсюда её главное убрать. Люди ж здесь живут. А зачем второе место хлором? Сынка её? Ашка? Где будет жить? Вот это не моё дело, развёл руками комендант. Здесь не собес, а даём родине лес. Пусть со мной на нарке поспит мал-мала. Куда его одноглаз? Папка нету, мамка нету. Угрюмо развёл руками Тумда. Ладно, пусть только под ногами не путается у начальства. Сирота ведь. Жалко. Детей не должно быть в лесосейке. Ещё когда мать работала, как-то закрывали на это глаза? Безродний пацан. Малолетний. Нельзя. Как нет родня? Возмутился Тумда. Весь калмыцко люди его родня. Он калмык, я калмык. Стукнул себя в грудь старик. Мы все родня в такая жизнь. Ты мне тут агитацией не занимайся, то и тебя выгоню отсюда. Рявкнул комендант. Хорошо, нету агитации. Смиренно согнулся старик. Мальчик, не выгоняй. Бесед твоя мать делать, а? Просим. Ладно, не кланяйся. В комнате у меня уберёшь. Да держи язык за зубами. Что увидишь там? Буркнул комендант. На ключ. Да изнутри закрывайся, когда будешь уборку делать. Так сделаем, как скажешь, а язык нет. Спасибо ваше. Опять поклонился Тумда. Комендант пошагал в столовую. Там он будет долго обедать и выпивать. Почти до самого вечера. А знал об этом Тумда. А старик, часто оглядываясь, зашаркал трусцой к конюшне. Там должен быть Ашка. Он любил лошадей. Помогал конюху Кузьмичу ухаживать за ними. Как сказать мальчишке о смерти матери? Терзался старик. Ведь он так натерпелся. Зачем война такому маленькому? Первый, кого он встретил на конюшне, был конюх Кузьмич. Примерно одних с Тумда лет по возрасту. Тумда сразу ошарашил его. Беда, однако, начальник мамка Ашки умер. Да ты чего? Умер-умер, сам глаз один другой закрывал. Комендантка приказал быстро ее с нарки выбрасывать, хлоркой лить, другом человек садить, а сорта в своей кладовке садить за конюшнями. Так она чего? Живая? Зачем ей в кладовке сидеть? Не понял Кузьмич. Зачем живой? Умер она, а кладовая твой пусть сидит. Ну это, лежит. Пока врач не смотрит, землю копать ее не надо. А, понял, протянул конюх. Ашка знает. Тумда опечаленно цвыркнул и покачал головой из стороны в сторону. Боишься ему сказать? Тумда закивал головой. Знаешь чего? Вот там в углу саночки. Сам сможешь привезти ее и в кладовке устроить? Можно, можно. Закивал Тумда. Так вот, ты иди, вези ее. А, Сашкой, я сам поговорю. А вечером и ты придешь, скажешь. Вечер, вися, калмык с работы придет. Бабушка песни попоет нам. Молиться будет. Душа в небо будет отправить. Вот и хорошо. Иди, милый, иди. Я знаю, у тебя работы много по бараку. Иди, пока Ашка тебя не увидел. Он там у дальних стоил с хромой лошадью возится. Ай, Кузьмич, спасибо тебе. И Тумда, взяв в руку саночки, вышел из конюшни. Он без труда вынес легкое тело со рты и, завернув, в тряпье уложил на саночки. Раза два саночки опрокидывались на колдобинах. И Тумда в страхе думал, не хочет со рта в кладовке сидеть. Не хочет в землю мерзлую. Не хочет сынка сиротой оставлять. О, Хархен, о боже. Он уложил ее в кладовке на старых хомутах и, сложив руки клинышком у лба, постоял так, покланялся и, горестно вздохнув, вышел. Поставил саночки на место и зашаркал в барак выполнять приказания коменданта. В кладовке со рта пролежало три дня. Никакого врача за это время не было. Комендант обратился к НКВДшникам. «Спешите с души моей ответственности, а с моего баррака!» Все, смеясь, отвечали. «Ха-ха-ха-ха-ха! А натворила она что? Или агитацией против советской власти занимается?» «Да бог с вами! Болела, умерла!» Испуганно махал руками комендант. «Три дня лежит за конюшней в кладовке. Осмотреть да и похоронить бы надо!» «Ха-ха-ха! Поминки устроить хочешь? Давай литруху выставляй, помянем!» «Ты как-то не по-людски это! Человек все-таки за литрухой делу не станет!» «Ты вот, чё, булавин, занимайся-ка своим делом, а то договоришься!» Хлопал по карманам полушубка НКВДшник. «Да нет, я ничего! Мальчонку жалко изводится, бегает все смотреть на мать, думает, что она все-таки живая. Она-то мертвая!» «А какой мальчонка?» Сузил глаза тот, что в белом полушубке. «Да сынок у ней, с нею жил и...» «Осёкся комендант!» «А тот одноглазый?» «Ну да, да, тот!» «Так, сколько тебе говорить, чтобы в рабочих бараках не было детей?» «Здесь жилые места только для работающих!» «Да ясно!» «Да вот только вот так получается!» Мямлил комендант. «Ну и чтоб ты знал, житейскими смертями участковый занимается. Вон, как раз он и приехал!» «Хе-хей, Жмаков!» «Давай сюда!» Махал рукой НКВДшник. «Тут у тебя калмычка из этого барака умерла, хранить надо!» «А комендант Литруху на помин души выставляет!» «Навтракал?» «Какой там!» «Со вчерашнего вечера ни крошки во рту не было!» «Ну вот и лады!» «Посидим, поговорим заодно!» «Как фамилия спецпереселенки?» Полез участковый в планшет и нашёл записную книжку. «Балаевы, говоришь?» Глянул он на угрюмого коменданта. «Так, да какое там отчество?» Вычёркивал он очередную фамилию из жизни, которая станет безымянной. «На вот тебе разрешение на похороны!» Протянул он маленький листок со штампом. «Впиш фамилию!» «Вон там, на горе, подальше прикажи могилку вырыть!» «Да хоть на метр ямку-то выдолбит пусть!» «Не так, как в прошлую зиму!» «Снег разгребли, чуть поковыряли землю и всё!» «А весной сошёл снег, ручки-ножки торчат из могилы!» «Намерзлотаж! Почти на полтора метра!» Оправдывал скомендант. «Ты всё знаешь, как что делать!» «Надоел дурака валять здесь, другого взамен тебя привезу!» «А тебе помогу вернуться!» «Куда?» «Сам знаешь!» «Да я не! Что вы! Это к слову!» Заволновал скомендант. «Так ты лучше, гражданин Засохин!» Внимательно смотрел на него участковый. А комендант ошалел и оглядывался по сторонам. «Да не слышал никто!» «Вон, власть уже вот к твоей жрабь пошла!» Кивнул он на двоих НКВДшников, идущих к столовой. «Ну, Булавин, я по паспорту, товарищ капитан!» Страдальчески сморщился комендант, тычен на грудный карман. «Да всех ты!» «Булавин и это липа!» «Ты это знаешь, Засохин!» «Да не волнуйся и береги меня!» «Пока я жив, ты булавин!» «А дальше как?» «Да один бог знает!» «Ранее спасибо за угощение!» «Подводочку ищет за твой счет можно заказать!» «А?» Сузив глаза от злости, комендант тяжело дышал. И в голове его ворочались нехорошие мысли. «Пришить все-таки его надо!» «Так будет лучше, и канать отсюда!» «Да чтоб вы подавились угощением за мой счет!» Тяжело перенес смерть матери Ашка. Как только комендант сказал Тюмде, что можно хоронить сорту, и указал место, Тюмде взял лопату, влез на заснеженной косогор и разгреб от снега довольно большую площадку. На ней он разложил костер, наломав тут же мелкого сухостоя и вернулся на конюшню. Найдя Ашку, он подошел к нему и, положив руку ему на голову, сказал «Ну что, сынок, ты все знаешь, большое горе у тебя, и никто тебе избавиться от него не поможет. Ты уже большой, находи в себе силы преодолеть его. А сейчас надо хоронить мать. Земля мерзла, и ее надо оттаивать. Я уже зажег костер, но в него нужно много дров. Нужна твоя помощь. Пойдем туда и будем пилить и рубить дрова в костер. Никого с работы не отпустят, чтобы помочь, а мне одному трудно все это сделать. Вечером придут наши с работы и начнут рыть оттаившую землю». Собравшиеся калмыки лесоучастка два дня долбили мерзлую землю. Рыли-то могилу после работы в темноте при кострах. На Косогоре появился еще один столбик. На бугорке свежевысыпанной земли, вскоре занесенной снегом. И лишь тропинка, протаренная в глубоком снегу до самого бугорка, напоминала о связи живых и мертвых. Прошла тяжелая горестная зима. На Косогоре появились несколько бугорков земли с похожими столбиками. Но надвигалась весна. Потекла, зазвенела ручьями, унося все печали в реки, которые уносили их еще дальше. В моря и океаны. Зазеленели кустарники и заплакали соком березы, качаясь гибкими ветвями, словно напоминали людям. Мы с вами разделяем все ваши беды. Но радуйтесь весне, жизни. На кочках и в лощинах, будто веретеном из земли полезла спасительница черемша. Дикий гибрид чеснока и лука. Засветило яркое солнце, отогревая от горестной жизни человеческие души. На все лады запели птички, и словно подтверждая продление дальнейшей жизни, закуковала кукушка, отсчитывая кому-то до обидного малый срок. А кому и больше. И когда она начинала куковать, все, невзирая на напряженную работу, обязательно замирали, мысленно отсчитывая это незатейливое. Ку-ку, ку-ку. Поют же разные птицы. Красиво. Успокаивая душу и оперением своим радуя глаз. А подишь ты. Не тревожат так душевные струны, и не навевают любопытство на оставшуюся жизнь, как тревожат эти рябенькие пернатые прикукования. Простенькое сочетание коротеньких звуков. Ку-ку. Через секундные паузы. Огляди, в какое сомнение вводит человека с замиранием слушающего кукушку. Своим рябенько-серым оперением, длинным покачивающимся хвостом, круглыми на выкате глупыми глазами, рядовая серенькая птица размером с голубя. Голубь-то вообще красавец по сравнению с ней. А воркует как? Кружит вокруг своей подруги. Вообще загляденье. Но это больше для глаз, для созерцания. А кукушка тревожит душу. Хотя бы не ей со своей заурядной внешностью, беспутным поведением к своему потомству относиться к тем птицам, о которых стоило бы долго говорить. Если бы не это куку. Разве можно сравнить кукушку с другими птицами, которые, пройдя трепетный любовный ритуал спаривания, строят совместное гнездо? Откладывают яйца, оберегают, потом терпеливо высиживают, развивая и выращивая из крохотного зародыша до живого существа птенца. Сотни раз в день заботливые мамаши и папаши вылетают из гнезда, чтобы вернуться к своим чадам с червячком и лимушкой и накормить их досыта. Они пищат, требуют все больше и больше пищи, а мамы, папы все летают, носят, кормят. И пока поставят птенцов на крыло, то есть долетного возраста, сами вдвое теряют в собственном весе. Неведомо это кукушке. Испаривается она с кем попало, с любым кукушкиным кавалером, и гнезд они не строят ни вместе, ни в одиночку, а кладет кукушка свои яйца в чужие гнезда. А задача своим более крупным яйцом даже не похожей окраски какую-нибудь крохотную печушку. Но не до того трудолюбивой хозяйки, чтоб дотошно разбираться, где чье яйцо. Обремененная заботой природного материнства, она до затуманивания мозгов сидит на яйцах, греет их своим тельцем, переворачивает, слышит первые толчки импульса крохотных сердец своих будущих птенцов-деток, переживает волнительные минуты и часы проклевывания слабыми носиками скорлупы яйца, помогает вылезти на свет Божий слепому, голому существу, который вообще трудно назвать птичкой. А нет, велика сила жизни, и примерно через неделю еле слышный писк вылупившийся братья, звучит уже более стройно. Они держат головы с разинутыми клювиками, готовые в любой момент проглотить принесенную родителями пищу. Но что это? Среди крохотных розовых птенцов с редкими волосиками вместо перьев выделяется один более крупных размеров, с большой головой и большим телом. Еще в малом возрасте ему не хватает места среди своих собратьев, и он, неуклюже шевелясь и перебирая лапками, подминает под себя более слабых. С опережением выхватывает пищу, нарушая очередность кормления птенцов по гнезду. Более слабые гибнут, или, бывает, просто вытолкнуты из гнезда, находя свою смерть, зацепившись за ветки или при падении на землю, родителям-пичушкам недовыяснения причин уменьшения их потомства. Нетерпеливый писк одиночки подкидыша сводит их с ума. А ну попробуй накорми этого ненасытного монстра, который уже в десятки раз крупнее и тяжелее их вместе взятых. Когда-то с такой заботой построенное ими гнездо уже не вмещает это чудовище. Оно загажено быстро растущей тварью и с треском разваливается и летит вниз с веток. Достаточно окрепший и оперившийся подкидыш усаживается на прочной ветке, и разину в желто-красный рот повторяет одно единственное. Есть! 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 Выбившись из сил, обезумевшие родители-пичушки заталкивают в разинутый рот своего непонятного чада еле подъемных червяков или крупных бабочек. С ветки, на которой он сидит, ожиревший, нахохлившийся, до его клюва малорослым родителям уже и не достать. И они взлетают на его широкую спину и оттуда опускают ему в разинутый клюв пищу. Кажется, оплошай-пичушка и будет проглочена своим вскормленным чадом. А недалеко с соседнего дерева вдруг раздается известное всему лесу «Ку-ку! Ку-ку!» Сейчас, наверное, скорее насмешливое, нежели определяющее что-то другое. И птенец подкидыш кукушонок по природной сути, проглотив очередную порцию пищи от родительницы-пичушки, отряхнувшись взъерошенными перьями, помотав головой, изрекает из себя хриплое «Ку-ку!». Испугавшись сам своего неожиданного воспроизведения, он воровато перелетел на очередную ветку и затаился там, внимательно разглядывая ползущую гусеницу, которую тут же склюнул. А до смерти напуганные печушки в ужасе попискивая разлетелись в разные стороны, улетая навсегда из этого несчастливого места, где был нарушен закон природы, погибло их потомство. Разрушено семейное счастье, любовь. И все это проклятая кукушка, стерва, которая, насладившись чужим горем, закатилась истерическим, непрерывным «Ку-ку!» 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 И вдруг, словно подавившись, замолчала надолго до следующей весны и лета. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok